Сегодня вы узнаете, как быстро и легко планировать посты на долгое время вперед в Instagram. С помощью нашего сервиса SMM Planner вы можете делать не только фото и видео посты в обычную ленту, а также карусели и Instagram истории. Для начала вам нужно зарегистрироваться в сервисе SMM Planner. Для этого заходим на наш сайт и нажимаем на кнопку регистрации. Вводим свои данные и вам на почту придет письмо с подтверждением. Так как я уже зарегистрирован в SMM Planner, то просто войду под своими данными. Следующий шаг заключается в подключении Instagram аккаунта к сервису. Заходя во вкладку аккаунта, выбираем Instagram, вводим логин и пароль, обязательно читаем наши рекомендации, нажимаем на две галочки и подтверждаем, что вы не робот. Наш сервис поддерживает аккаунты с включенной двухфакторной аутентификацией. Так как мой аккаунт подключен к сервису 1M Like, то SMM Planner подтягивает их прокси. А это значит, что автоматические действия в O-mail и отложенный постинг будут выходить с одного IP адреса. Если вы работаете с другими сервисами продвижения Instagram, то вы можете подключить свои прокси. Третий шаг – это создание проекта, с помощью которого можно группировать аккаунты по тематикам. Для этого мы заходим во вкладку «Проекты» и нажимаем на «Создать проект», придумываем название проекта и добавляем туда нужные нам аккаунты. Для проектов мы можем задать расписание, которое будет автоматически подставлять время в созданные посты. Для этого нажимаем на кнопку «Расписание» и выбираем нужное для нас время. Также проекту можно задать «Ватермарку». Ее обычно используют, чтобы брендировать ваше фото и видео логотипом или придать уникальность контенту. Теперь переходим во вкладку «Посты», чтобы познакомиться с полным функционалом постинга в Instagram и запланировать наши первые посты. Начнем с фотографий. Instagram поддерживает три формата соотношения сторон у фотографий. Это 1 к 1, 4 к 5 и 1, 91 к 1 и максимальной шириной в 1080 пикселей. Также у нас есть удобный редактор для фотографий, в котором вы можете не только обрезать ваши фотографии под нужный размер, но и произвести другие графические работы, даже добавить на фотографию стикеры из Instagram. С помощью SM-планер также можно загружать в Instagram видео посты до 1 минуты, как и в самом Instagram. Но тут тоже стоит помнить об особенностях в социальной сети. Соотношение сторон и ширина пикселей точно такая же, как и для фото. После проведенных тестов мы рекомендуем использовать битрейт видео 4,5 мегабит в секунду и кодек H.264. Еще одна особенность SM-планера – то, что он позволяет выбрать обложку для видео не только из кадра самого видео, но можно загрузить свое собственное изображение. Стоит только помнить, что обложка должна быть точно такого же разрешения, что и само видео. В противном случае видео обрежется под размеры обложки. Третий формат постов в Instagram – это карусель. Здесь действуют все правила, которые мы описали, но стоит помнить, что в карусели используются только квадратные фото и видео. Если вы добавляете контент другого размера, то наш сервис добавит белые поля, чтобы ваш контент стал квадратным. Максимальное количество файлов в карусели – 10 штук. После загрузки в SMM-планер вы можете перетаскивать файлы в том порядке, в котором вы хотите, чтобы они вышли. И последний формат постов – это Instagram истории. И начнем сразу с их особенностей. Это вертикальное фото и видео длиной не более 15 секунд с разрешением 1080 на 1920 пикселей, что равно соотношению сторон 9 на 16. Если вы в SMM-планер загружаете горизонтальное или квадратное изображение, то мы добавим белые поля. Instagram истории не видны в основной ленте Instagram, и посты такого формата удаляются автоматически к Instagram через 24 часа после публикации. Когда мы разобрались с форматом постов, самое время поговорить о дополнительных функциях при постинге в Instagram. С помощью нашего сервиса можно отключать комментарии под постом, достаточно нажать на этот чекбокс. Если вы хотите, чтобы ваш пост был удален через определенное время, то нужно указать время, через которое пост будет удален. Вы можете задавать геометку для поста или Instagram истории. В случае с постом она будет указана в стандартном месте. В случае с Instagram истории она указывается пикселем в центре истории, или если вы используете водермарку, то она станет вашей геометкой. На фотографиях также можно отмечать людей. Для этого нажимаем на кнопку, которая расположена в нижнем левом углу, кликая мышкой на нужное место на фотографии. Вводим имя пользователя, нажимаем на поиск и выбираем нужного нам человека. С помощью SMM Planner можно также настроить, чтобы с выходом поста в профиле меняла ссылка на нужную для вас. Для этого достаточно указать ссылку и поставить галочку в нужном чекбоксе. Если вы указываете ссылку при постинге Instagram истории, то ваша история выйдет вместе с ссылкой. Но стоит помнить, что в момент записи ролика ссылки в Instagram истории доступны аккаунтам, которые подключили бизнес аккаунт и имеют более 10 тысяч подписчиков. Субтитры создавал DimaTorzok